Доброе утро, мы в офисе 1580, узнаем, что произошло за прошедшие сутки. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что у нас в Тавии было такое? Из чрезвычайных происшествий, нам вчера вечером в районе 10 часов поступил сигнал 103, подозрение на гребинке 27, мама с ребенком на отравление угарным газом. Доставили в больницу, я думаю, там будут проверять эти факты, пока еще не известно. Когда пожар был? Не, 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 возможно, что там были какие-то проблемы, или утечка газа, или неправильно установлена газовая колонка, но сейчас уточняют это дело. Значит, и на КАВПК в районе танка вчера сгорел автомобиль, тоже уточняют, пока нам официально никакой справки не давало. Пока нет, пока нет туда. А информации, ну, тоже вечером вызов поступил, пока ждем тоже официальную справку. Значит, вчера еще из важного состоялось внеочередное заседание исполкома, на котором были приняты графики реструктуризации долга по дому по маршрую Березово-66. Который уже давным 90-м? Да, да, который с начала отопительного сезона у нас сейчас без отопления. Ну, со своей стороны, горосполком сделал все возможное, чтобы запустить этот дом. Сейчас уже весь процесс уже зависит от Киева, от НАК «Нафтогаза» и от керующего ликвидации этого предприятия. Ну, в принципе, сейчас с этим графиком ликвидатор должен ехать в Киев и усложивать лимиты, которые в НАК «Нафтогазе», которые им будут давать. Ну, я думаю, что это уже в течение нескольких дней. Буду надеяться, что со 2-го числа, как я разговаривал с ликвидатором, со 2-го декабря там уже будет это предприятие. Ну, пока конкретной остаточной датой говорить не хочется, но со своей стороны горосполком сделал все, что было нужно. Угу. Много ли вам поступило за последние сутки звонков? Все-таки у нас гололед сегодня с утра? Ну, вчера было более-менее тихо, спокойно. Все заявочки, которые по гололеду мы принимали, передавали на ответственную организацию. Вчера ночью 4 единицы техники работало. То есть 4 единицы, которые 2 солитруса, 2 пескотруса. Ну, там же еще работал, понятно, шоу-получий, который грузил эти машины. Работали бригады. Все заявочки мы передавали на ответственную организацию. В основном шли заявки от полиции. То есть аварийные участки дорог мы чистили, работали. Что по погоде нам сегодня обещают? Днем 0-2 обещают, вроде бы должен пойти снег. После обеда? Да, да. Вроде бы после обеда должен пойти снег. Будем надеяться, что прогноз не подтвердится, а если подтвердится, мы, я думаю, что мы готовы. Из интересных событий, которые произошли, являющихся событий, которые произошли в городе. Это все, да. Все хорошего вам дня. До завтра.